Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня в выпуске. Виновников аварий на коммунальных сетях привлекут к ответственности. С днём рождения, курорт! Аварии на коммунальных сетях вновь стали темой обсуждения на опланированном совещании в администрации. Глава курорта потребовал привлечь к ответственности виновников воскресного ЧП, из-за которого часть Пионерского проспекта осталась без воды и света. Десять плановых отключений электроэнергии за неделю, доложил заместитель главы Анапы Владимир Забураев. По-прежнему жители узнают об отключении света в последний момент. Оповещать людей могут общественники, если бы энергетики заблаговременно давали информацию. У санатория «Россиянка» в воскресенье вели земляные работы. Да так, что из строя производители работ вывели четыре линии высокого напряжения. Техника перебила кабели. Восстановительные работы продолжаются и не за счет виновника ЧП. А как вы думаете, отсутствие четырехчасовой электроэнергии у пяти тысяч потребителей нанесло им какой-то ущерб? Я думаю, что должно быть исковое заявление. То есть расчет нас привлечь, либо я прокурора попрошу выступить в защиту неопределенного круга лиц, и взыскать этот ущерб. Почему энергетики не выходят с претензией к заказчику монтажных работ руководителю «Россиянки» непонятно. Вот сидит начальник отдела полиции. Была информация у вас? Нет. Нет. То есть идет подготовка к укрытию, понимаете, принесенного материального ущерба. А как же ущерб, который причинен людям, а? У кого-то холодильники погорели, у кого-то потекло все в холодильниках. Это выходной день, воскресенье и так далее. Почему нет отношения в полицию? Нетрудно представить последствия воскресной аварии, если бы не удалось оперативно запитать канализационные насосные станции от резервных источников питания. Кроме того, были практически опустошены резервуары чистой воды. Умыть руки виновнику аварии не получится. Поручение службам подготовить претензионные материалы в полицию и прокуратуру. А руководителю водоканала приобрести дополнительные дизель-генераторы. Проревизируйте везде. Все, что есть, где есть узкие места, проревизируйте. Потому что электроснабжение – это первое, что потом приведет к ЧП. В организации придорожной торговли на въездных трассах в Анапе есть на кого равняться. Глава курорта Сергей Сергеев побывал на нескольких образцовых объектах, а после дал поручение помочь предпринимателям в развитии. Десять летних площадок для торговли овощами и фруктами работают на наших гостевых трассах. Еще весной городские власти обратились к предпринимателям оформить площадки в едином стиле. Большинство пошли навстречу. Едешь по трассе – мелькают вывески. Кубанское лучшее. Накануне Сергей Сергеев проехал по трассе Новороссийск-Керченский пролив. Остановился у павильона в районе Хутора Заря. Главе курорта тут рад. А как торговля? Это не надо, честно говоря, клое торговли. Не знаю. В том году лучше. Цены, может, большие или у людей денег нет? Не знаю. А вот это, что в порядок привели, не мешает? Мешает. А у меня своего кармана сделано. Наоборот, привлекает. Аккуратные прилавки, уголок потребителя, ценники. Цивилизация пришла и сюда. Но особенно приятно видеть улыбчивые лица. Хочется, чтобы таким был весь наш гостевой сервис. Сегодня на планерном совещании глава курорта отметил увиденное и по следам своей поездки дал поручение. Владимир Ильич, поручаю вам, рассмотрите вопрос по этому объекту конкретно. Сделайте людям наружное освещение. То есть можно на углах конструкции сделать опоры, из швеллера, из трубы, метра по полтора-два, и повесить фонари. Чтобы площадку остановочную освещать. Будут торговать же все равно, да? Торгуют, как право, за 10 часов. Ну вот, а сейчас в 8 уже темно. И они там сидят в потемках, но у них там лампочка горит внутри, наверное. А так будут останавливаться все равно. Это несложно помочь. Помощь вполне оправдана. Готовясь к сезону, фермеры, а торгуют в основном те, кто сам выращивает, основательно потратились. От глав сельских округов Сергей Сергеев ждет предложение, как компенсировать затраты людей. 115 лет назад, 21 июля, Анапа официально стала курортом. В городе открылся самый первый санаторий. Кстати, его основателю Владимиру Будзинскому недавно исполнилось бы ровно 150 лет. Вблизи санатория Кубань стоит памятник Владимиру Будзинскому. Это проявление любви и благодарности анапчан замечательному человеку. Его по праву считают отцом анапского курорта. После смерти матери он переехал к отцу в Анапу и начал строительство курортных заведений. В 1900 году, 21 июля, на Высоком берегу он открыл первое лечебное учреждение в городе и на Черноморском побережье. Водогрязь и лечебницу, оборудованную по последнему слову техники. Он обратил внимание на то, что здесь природные факторы замечательные, то есть минеральные воды и по сей день пользуются активно минеральными водами. Также воздух здесь, то есть здесь и климат-терапия, и озонотерапия используется, и теренкур, то есть про вот такая лечебная ходьба. Это тоже как раз со временем именно Владимира Будзинского начинается. Также грязевые ванну начинают активно использовать. Вообще его санаторий был один из самых современных, потому что именно самые современные методы лечения, именно сто лет назад какие появлялись, самые первые, это вот как раз санаторий Будзинского они и используются. То есть это тут и электрованны какие-то появляются, что до того времени вообще было таким чем-то необычным. Ну и активно, конечно, использовал купальни, морские купания, использовал также и морские водоросли, то есть самые различные у него были здесь процедуры, которые, в общем-то, и по сей день продолжают использоваться. Кстати, цены в санатории не были низкими даже для зажиточных гостей. Если хлеб стоил две копейки, то курс грязелечения составлял 75 рублей. Самыми доступными были морские купания, впрочем, как и сейчас. Здание до сих пор сохранилось на территории санатория «Маяк». Проходя мимо, гости курорта смотрят на море и не замечают неприметное здание, с которого, оказывается, и началась история Анапы-здравницы. Пригласил сюда Владимир Будзинский различных врачей известных, например, профессора Турнера, одного из основоположников детской педиатрии. Также профессор Шенг руководил нашим ортопедическим институтом. Ну и также он участвовал активно в жизни города. Доктор Будзинский активно рекламировал курорт Анапу, и она приобрела известность как климатическая станция России. Он прогнозировал курорту большое будущее. Так и случилось. Благодаря уникальному сочетанию климата и целебных природных факторов, мелководного морского берега, удобных песчаных и галечных пляжей, лечебных грязей, разнообразных минеральных вод, судьба Анапы оказалась предопределена. Сегодня миллионы россиян и иностранцев выбирают наш город-курорт для отдыха и оздоровления. Работать с должниками за коммунальные услуги в индивидуальном порядке, чтобы не страдали добросовестные плательщики. Требование главы курорта услышано. В Джигинке прошел рейд по квартирам должников. Звоните своему собственнику, Спокойная жизнь у злостных должников закончилась. До тех пор, пока квитанции за свет не будут оплачены. Отключение квартиры неплательщик от электроэнергии – мера крайняя, но вынужденная. Мы можем понять людей, войти в их положение. Они приезжают к нам в офис, пишут рассрочку, директор рассматривает. Если дает положительный ответ, людям вставляется свет. В течение трех месяцев они должны погасить. Но лояльные отношения понимают не все в Джигинке, в доме на улице Заводской. 80% жильцов накопили долги за свет. Обслуживающая организация отказывается предоставлять услуги должникам. В итоге 13 квартир отключены от электроэнергии. Глава сельского округа Андрей Николаевич их также собирал и уведомлял о том, что в связи с большой задолженностью перед поставщиками коммунальных услуг этих квартир могут погасить полностью дом. Но благодаря ему дома не обесточили, а только по квартирному выключили свет людям, не платилищикам. Иждивенчество. По-другому отношения злостных должников к оплате счетов не назовешь. Бороться с позицией «я вам не обязан» приходится такими же методами. Поставлять в квартиру недобросовестного собственника свет и воду тоже никто не обязан. Район Центрального рынка – одна из самых оживленных в территории города. В местах с большой проходимостью жителей и гостей курорта предприниматели пытаются сорвать куш. Торгуют прямо с тротуары и незаконно устанавливают коммерческие объекты. Специалисты муниципального контроля провели мониторинг этих оживленных улиц. На пожарном проезде к рынку коммерсанты разместили без разрешения две торговые точки. За незаконную реализацию фруктов и саженцев предприниматели заплатят штрафы. Поплатятся рублем и коммерсанты, установившие на территории общего пользования павильоны с фруктами. Управление муниципального контроля совместно с управлением торговли и потребительского рынка было проведен мониторинг улиц Горького и Красно-Зеленых. В ходе мониторинга были выявлены административные нарушения в области торговли. По всем фактам административного нарушения составлены административные протоколы и переданы на комиссии. В ходе мониторинга муниципальным контролем составлено 8 протоколов об административных правонарушениях. Специалистами управления торговлей и потребительского рынка 4. Все материалы переданы на рассмотрение административной комиссии, где определят сумму штрафа. За прошедшую неделю в Анапе 12 водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения. К сожалению, не всех удалось остановить до того, как они спровоцировали аварию. Чтобы остановить этого водителя, инспекторам пришлось искать ее по всему городу. Женщина в алкогольном опьянении, совершившая дорожно-транспортное происшествие, в скором времени была задержана и понесла наказание в виде административного ареста. С открытием летнего сезона количество пьяных за рулем увеличилось в разы. Ежедневно 25 сотрудников рот и ДПС выходят патрулировать город. Выходные нарядов дорожно-патрульной службы еще больше. Сегодня на территории города Анапы проходили специальные рейдовые мероприятия в рамках спецоперации город 2015 по выявлению трезвых водителей. Инспекторы останавливают практически всех автомобилистов, но проверяют только тех, кто вызывает подозрения. Остальным, как говорится, приятного пути. По команде дуйте. Все, алкоголь не обнаружили. По статистике Анапского ГИБДД, с начала года в пьяных дорожно-транспортных происшествиях пострадали 8 человек. Трое погибли. Уважаемые гости и жители Анапы, если вы увидите нетрезвого водителя за рулем, то, пожалуйста, сразу сообщите на контактный телефон дежурной части. Телефон 330-02. А можно просто набрать 02. Главное не быть равнодушным к тому, что вы увидите, как за руль садится водитель в нетрезвом виде. В Анапе продолжается борьба за звание «Самый уютный дворик». «Самый уютный дворик» – конкурс, который призван сделать не только наряднее наш город, но и для того, чтобы сплотить жителей, дать стимул к соседскому общению. Дворика Сималхосян утопает в цветах. Она с удовольствием делится с соседями, отростками, семенами и саженцами. В этом доме живу больше 30 лет уже, и вот за ним ухаживаю, облагораживаю и территорию вокруг дома, и во дворе, чтобы было всем уютно и приятно. Облагородить территорию – очень сложная задача, но всем интереснее получается результат. И тем больше внимания к активным жителям проявляют городские власти. У Аси Малхосян весь двор и придворовая территория в цвету круглый год. Один сорт отцветает, на смену приходит другой. Удивительная коллекция собрана из лилейников. Десять сортов разного цвета. Такое не везде увидишь. По наследству от мамы досталось очень много отростков. Роза у меня есть, которую я выкопала у мамы в огороде. Еще она у нее росла, я потом ее выкопала, посадила у себя, и от нее размножила много. Это уже ей больше 50 лет, то есть корень такой вот сохраняется. И она, кстати, пахнет очень хорошо, душистая, а вот новые розы, конечно, не имеет. Аси Малхосян очень бережно относится к цветам, и уход за ними соответствующий. Стараюсь поливать дождевой водой. Воду собираю специально в тазике, в бочке, куда уж получается, и потом поливаю, потому что от дождевой воды они растут лучше. Итоги конкурса будут подведены ко дню города. Уверены, с этими героинями мы встретимся на празднике как с победителями и законодателями цветочной моды в городе. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В среду 22 июля в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-29 градусов, ночью до 24 градусов тепла. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин